здравствуйте дамы и господа сегодня у нас четверг середина недели завтра у нас ожидаются важные данные данные по валовому внутреннему продукту соединенных штатов и и рынке сейчас практически все рынки консолидируются в ожидании этих данных ну и конечно же главным событием последнего времени будет заседание фрс который я напоминаю пройдет 2 и 3 ноября а значит уже практически в начале следующей недели на этом заседании будет принято решение по программе количественное смягчение и вполне вероятно рынке получат уже какие-то сигналы и начнут вполне вероятно формировать какие-то тренды можно предположить что результатом этого заседания если у нас еще данные по ввп соединенных штатов окажутся не хуже немножко лучше ожиданий кстати такое ожидается так вот если эти данные окажутся неплохими то вполне вероятно мы увидим весьма небольшие объемы программы количественное смягчение и это конечно разочарует участников рынка и как мы предполагаем мы можем увидеть укрепление американского доллара мы уже об этом говорили неоднократно на наш взгляд скорее всего этот сценарий и произойдет и так из сегодняшних событий хочется отметить решение банка японии по процентной ставки ставка была оставлена без изменения на прежнем уровне одна десятая процента но это не случайно потому что экономика японии не готова к изменению процентных ставок и цб японии также не готов к манипулированию этой ставкой ну давайте теперь мы посмотрим что у нас происходило на азиатских торговых площадках и так индекс никей 225 закрылся снижение минус двадцать две сотые процента фондовый индекс топикс упал на сорок две сотые процента но опять же основной причиной падения является сильная японская иена которая не позволяет японским экспортерам довольно успешно конкурировать в первую очередь в еврозоне что касается гонконгского индекса хангсенг то он находится в символическом плюсе прибавил он всего лишь шесть сотых процента сингапур закрылся плюсом плюс сорок пять сотых процента что касается китая то на шанхай композит закрылся небольшим снижением минус пятнадцать сотых процента но в целом индекс азиатско-тихокеанского региона мессиай закрылся в положительной зоне прибавив пять десятых процента но давайте первым посмотрим что у нас происходит на сырьевых площадках буквально совсем недавно с открытием европейских торгов фьючерсы нефтяные начали прибавлять и так настоящему моменту нефть марки бренд растет на двадцать восемь сотых процента и находится на уровне восьмидесяти трех долларов сорока шести центов за один баррель что касается западно-техасской нефти wti то она растет на двадцать четыре сотые процента и прибавил и находится на уровне восьмидесяти двух долларов и 14 центов также за один баррель целом ситуация на товарном рынке также является позитивной мы отмечаем рост контрактов на медь медь растет на половину процента также подрастает у нас и золото фьючерс на золото растет на двадцать девять сотых процентов моменте находясь на уровне тысяча триста двадцать шесть долларов за одну унцию ну и также старается не отставать от золота и серебро рост серебра фьючерса на серебро составляет семьдесят пять сотых процента и в моменте данный актив находится на уровне семь двадцати трех долларов пятидесяти восьми центов также конечно же за одну унцию ну если мы обратим внимание на валютный рынок то к настоящему моменту индекс доллара снижается снижение составляет пять десятых процента и находится на уровне семидесяти семи долларов и прошу прощения семидесяти семи пунктов и целых и девяносто девяти сотых пункта можно говорить о том что консолидация на валютном рынке продолжается равно как и на других сегментах финансового рынка на наш взгляд важным сигналом к тому что мы можем ожидать укрепление американского доллара в краткосрочной перспективе является рост доходности по американским бумагам мы отмечаем рост доходности по пятилетним десятилетним тридцатилетним государственным казначейским бумагам это достаточно неплохой сигнал указывающие на то что повторюсь доллар вполне вероятно продолжит свой рост также мы должны помнить что для фрс важным является все таки решение проблемы занятости и фрс будет пытаться заставить инвесторов выходить из госбумаг и уходить их в акции в первую очередь конечно же для того чтобы не фрс поддерживала своими выкупами гособлигаций национальную экономику а чтобы инвесторы своими деньгами помогали национальной экономике выкарабчивать выкарабкиваться из той большой ямы в которой она оказалась из статистики я обратил бы ваше внимание на такие вот события именно в двенадцать тридцать выступит президент ецб господин жан-клод трише посмотрим что он там скажет ну как нам представляется очевидно ничего там нового знаменательного говорить не будет потому что еврозона не заинтересована в каких-то таких серьезных теле тела движениях никому не хочется будет лихо пока она тихо также важными будут сегодня данные из великобритании в 14.00 по москве выйдут данные по реализации розничной торговли себя и конечно же интересным таким индикатором сегодня будут данные из соединенных штатов 16 30 это заявки на пособие по безработице ожидается что заявки выйдут на уровне четыреста пятидесяти пяти тысяч ну и собственно на этом все больше никаких особо таких важных новостей мы не ожидаем к настоящему моменту на мировых финансовых рынках как я уже говорил отмечается консолидация рынке ждут заседания фрс а также данных по ввп соединенных штатов за третий квартал которые будут напоминаю опубликованы завтра а вам всем удачи на сегодня у нас все с был с вами старший трейдер аналитик компании grand capital сергей костенко всего вам наилучшего до свидания